Сборная «Наус» играет в главной нетелевизионной игре КВН. Такая возможность появилась у заполярных КВНщиков благодаря фестивалю, который недавно прошел в Москве. Как им удалось покорить жюри и как наши ребята будут зажигать дальше, об этом мы поговорим в программе «Актуальное интервью». У нас в гостях Надежда Пальнёва и Роман Гришин. Здравствуйте, ребята. Очень приятно видеть вас. Поздравляю вас с победой. Скажите, как вам это удалось? Ну, как удалось. Во-первых, у нас не сказать, что это была победа, потому что фестиваль, как правило, не приносит каких-то мест или что-то. Команды просто заявляются, показывают, что они могут, показывают свои таланты. И мы стали в своей игре, в свой день, среди нас боролись 18 команд, мы стали лучшими в свой день. Нас наградили главным призом от спонсоров. А разрыв между второй командой, которая заняла второе место, большое? Там нет баланса системы. Там нет баланса системы. А как-то выделили. Происходит, мне интересно. И где происходило всё это? Происходило всё в планете КВН, в доме КВН, собственно, там, где проходит премьер-лига КВН. То есть это та лига, которая ведёт младше масляков. И мы отыгрываем, просто начинается фестиваль, команды выходят одна за одной, при этом сидит зал зрителей и сидит член жюри, которые в конце фестиваля говорят, какие команды больше понравились, какие команды не очень. То есть какой-то бальной системы нет, да? Нет, как таково на фестивалях не бывает бальных систем. То есть просто говорят, что вот спасибо такой команде, спасибо такой команде. Мы, собственно, попали, так скажем, в зону спасибо и получили главный приз. Да, они просто выделяют лучшего. Вот в наш день были две игры, мы играли в самой первой. С нами состязалось ещё 17 команд. Нас просто выделили, сказали, что сборная, на наш взгляд, была лучшей. Ожидали вот такого успеха? Какая реакция была? Ну, честно, на самом деле, не сказать, что прям совсем ожидали. Да, не ожидали. Неожиданно было, да? Но мы знали, что мы точно не худшие. Далеко мы, как минимум, в золотой серединке. Но то, что выделили, естественно... Рейтинг был высокий. А реакция зала, например, смеялись? Да, может быть, не во всех моментах, где хотелось бы, конечно, чтобы прям совсем постоянно. Но были такие моменты разрывные, разрывы прямо, что по минуте стояли, паузу держали. То есть было очень так здорово. Мы даже на некоторые шутки не ожидали, что будет такой ажиотаж прямо. Нет, было интересно, на самом деле. Хорошо зашли. Сценарии. Туда вошли и старые, да, ваши выступления, какие-то моменты. Как вот вообще... Расскажите мне, с чем вы выступали? Как-то была тематика этой игры или нет? Или можно было на своё усмотрение выбрать? Ну, сценарий фестиваля обычно формируется из того, что было до этого, какие игры проходили в сезоне. Формируешь просто какой-либо материал, который может максимально... Ну, не то что раскрыть, но как-то в каких-то моментах, может быть, раскрыть сборную для тех людей, которые ещё не видели тебя. То есть это, понятное дело, когда ты играешь в сезоне, с течением времени с каждой игрой зритель узнаёт тебя всё больше и больше, и можешь шутить абсолютно любые темы. А здесь на фестивале нужно как-то, может быть... Показать всё и самое яркое. Да, показать, да, больше себя показать. Всё-то не открыть, конечно, самое лучшее. Показать чуть-чуть как бы самого лучшего, что-то, свои таланты, как мы на сцене держимся, уверены ли, не уверены. В общем, просто показать свою команду, заявить. Ну, это сделали хорошо, мы прошли в лампу, как бы, и мы счастливы шли. Да, давайте поподробнее расскажите, что такое лампа, да, и что она даёт, если вы выигрываете её. Ну, лампа, это считается как бы одной из самых лучших и самых сильных центральных лиг. Она называется Лига Москвы и Подмосковья, Центральная Лига Москвы и Подмосковья. Обязательно, конечно, мне кажется, наверное, нет такой команды, которая не приходила через лампу, то есть обязательно. То есть те команды, которые выступают в высшей лиге? В высшей лиге, премьер-лиге, да. Потому что это такая школа жизни, я бы её даже так назвала, школа жизни, вот эта лампа. Очень сильные команды борются, очень сильные. И вот мы, к счастью, попали в эту лигу сразу, причём нас взяли, и мы очень счастливы. А сколько вообще команд выступало на фестивале? 130, насколько полно. 130, да. И попало? Попало туда около 30. Ну, в лампу, наверное, 30. 40, да, 30-40, где-то так, 30, наверное. То есть просто фестиваль, вот этот фестиваль лиг Москвы и Подмосковья, это не только отбор вот в Центральную лигу Москвы и Подмосковья, ты имеешь в лампу, да, то есть это отбор ещё в МСЛ, Московская студенческая лига, МСЛ-2, Московская студенческая лига-2, собственно. Да, можно запутаться, да. То есть это такой мини-фестиваль сочинский, только по Москве, так скажем, приезжают ближайшие, самые ближайшие команды, играют в фестиваль, да, да, то есть также любые команды приезжают, отыгрываются и попадают уже вот именно по московской лиге. То есть редакторы распределяют, куда им вот поиграть, в МСЛ, МСЛ-2, Московская студенческая лига, либо же в лампе. В лампе, естественно, остаются сильные-сильных прям, ну, вот такие. Если вы выигрываете дальше, попадаете на высшую лигу или премьер-лига? Нет, на самом деле всё, все всегда зависят, нет, естественно, у редакторов складывается впечатление, естественно, если мы уже победители лампы, это уже и в кругах Сочи, и в кругах редакторов КВНовских, это уже как бы что-то значит, то есть они для себя, естественно, нас выделяют уже. Ну, естественно, конечно, всё зависит от Кивина, от Сочи. То есть как мы себя в Сочи проявим? Мы можем хорошо выступить в лампе, выиграть, а в Сочи просто, извините, плохо там показать себя, да, где-то что-то не зайдёт, или бывают всякие ошибки, то есть бывают всякие моменты технические и так далее. Зависит всё от Сочи. То есть если мы хорошо, естественно, редакторы будут знать. Мы же представляемся, победители, например, Центральной лиги Москвы и Подмосковья, это уже редакторам галочка, потому что она одна из сильнейших лиг считается. То есть вам ещё потом надо пройти в Сочи? В Сочи оттуда уже всё зависит, куда мы попадаем. Телевизионная лига, не телевизионная. А в Сочи не телевизионная тоже проходит? В Сочи это просто Кивина. Ну, фестиваль. Там есть также галоконцерт, но в галоконцерты попадают, собственно, лучшие команды. Ух, хорошо бы нам бы в галоконцерт попасть. Да, да. Если мы попадаем в галоконцерт, там Александр Васильевич Масляков, естественно, отбирает уже премьер-лига или высшая лига, да. Сам лично. Есть некоторые члены жюри, которые могут... Какие-то, да? Да, то есть они выбирают. Надо пройти второй тур, третий тур. Ну да, то есть сначала же выступают все команды в первом туре, то есть это общий, там, вот в этом году, не знаю, сколько там, 450, 500 команд, что-то такое. То есть это в районе 500 команд выступало в первом туре, из них, соответственно, выбирается количество тех команд, которые выступают во втором туре, это уже перед Александром Васильевичем Масляковым. А после второго тура, собственно, идет отбор именно по лигам, вот они идут в галоконцерт, ну, которые, собственно, и показывают по телевизору. Потому что весь фестиваль двухнедельный показать по телевизору, естественно, невозможно. Поэтому вот набирают два часа эфирного времени. А если вот что-то не получилось, да, ну, не добрали мы там и баллов, рейтинг не такой, который нужно, имеем потом возможность еще вот попасть в высшую лигу второй раз? Что для этого нужно? Ну, опять, только в следующем году, только по заявке на Сочи, да? Ну, так же через Сочи. Да, то есть мы должны сезон обязательно, чтобы не терять, как говорится. Ну, конечно, чтобы опыт был в любом случае, тем более мы молодая команда, опыт нужно нарабатывать нам всегда и как можно чаще, поэтому... Год не терять. Что бы там ни было, но мы об этом не думаем. Молодая команда. Мы все равно идем к своей цели, причем тут же тьфу, да, пока у нас все идет по плану, все по плану. Вот как мы запланировали, так оно все идет, слава богу. А кто участвует еще, ребята? У вас какая-то новая сборная, да? У нас сборная, ну как новая, у нас постоянно она формируется, она постоянно формируется, то есть приходят новые люди к нам в заполярную лигу, если он творческий, веселый, активный, то есть он, конечно, попадет в сборную, мы берем самых лучших, самых лучших, вот так. То есть если кто-то захотел прям попасть в сборную, а у него есть такая возможность? У тебя есть сначала возможность, конечно, захотели, приходите, пожалуйста, в «Элком» заполярную лигу, играйте в какую-то из наших команд, там, кроме... Можете обратиться ко мне, там, к ребятам, к любым. Создадим команду, сделаем, поможем, напишем, то есть, ну, вместе все, все вместе. И самые лучшие будут отбираться, естественно, в сборную. Всегда дополнения будут какие-то... Редактор смотрит... У нас редактор, да. А редактор кто у вас? Заполярная лига, Давид Гурамович Лазишвин. Это редактор нашей Заполярной лиги, и также тренер и автор сборной нашей, нашей сборной Нинецкого автономного круга. Батя. Батя, можно сказать, да. А сам он откуда? Сам он московский. Москве. Да, московский он у нас. Потому что, к сожалению, у нас таких нету профессионалов. У него и опыт, и он играл в премьер-лиге в свое время, и команда у него довольно долгая, и он очень на протяжении многих лет занимается с молодыми командами, выводит их к телевизору и так далее. То есть, нам нужен такой профессионал. К сожалению, у нас на Редмаре таких нет, поэтому нам пришлось обратиться к силами извне, как сказать, извне нашего округа. Мне интересно, вот мнение жюри, что вот они сказали? Дословно было, стал один из нас в жюри сказал, сборная НАВА, вы крутые, спасибо вам. Остальные там еще двое поблагодарили всех, сказали, что очень круто, и генеральный спонсор сказал, я согласен, что сборная НАВА были сегодня лучшими. И вручил нам приз, такую большую корзину. Ну, там Саушкин продукт, у них генеральный спонсор вот этой лиги, они обучили молочную молочку, очень тяжелая корзина. Кальций, вы обеспечены теперь, да? Светитесь уже, наверное, в темноте. Ну, на грубо, потрясти, если то вам нравится. А Маслякова младше, он давал какую-то оценку? А Маслякова младше на этом фестивале не было, да. Он, как правило, он не бывает, наверное, на фестивале, и то, скорее всего, он даже не бывает и на одной восьмой, насколько я знаю, он несколько раз появлялся на финалах. Ну, в любом случае, к финалу подходят такие самые важные люди, они в любом случае, да, им нужно смотреть, потому что они посмотрят команды, все равно, смотришь команды еще в таких лигах, то есть нетелевизионных, ты все равно думаешь уже наперед, что с этой командой можно сделать, то есть так далее. Они же так просто тоже с ним они берут команды в высшую лигу, в премьер-лигу. Если тебя не знают никто в высшую лигу, естественно, там, и даже в премьер-лигу, там, ни в одну телевизионную лигу, ты просто так не попадешь, какой бы ты хороший не был. В любом случае, нужен опыт. Зрителей много было в планете, да, планете КВН, да, у нас игра была самая первая в 4 часа дня, поэтому мы очень сомневались, что наберется много народу, а как ни странно, почти полный зал, почти. Получается, две игры было, да, или сколько? В день было по две игры, потому что 100 с лишним команд, и 4 дня фестиваль идет, по две игры в день было. Ну, то лишь 8 игр, 8 игр, вот, да. По 18-20 команд приблизительно на каждую игру, то есть после нас еще была игра, 7 вечера началась, мы самые первые, можно сказать, открыли фестиваль. Вот, ну, как ни странно, да, полный зал набился почти, да? Ну, мы же северные, на нас и пишем, смотрите. У нас очень много, кстати, болельщиков, это так приятно. Вот, рекелось, да, простите, вот болельщики, откуда они были? С самолетом возили. Нет, в Белгороде, например, когда мы играли, у нас все очень интересовались всегда, откуда у вас столько болельщиков, у нас было почти по 100 человек, мы покупали билетов. А на самом деле вообще все очень просто. Просто, да, Надежда Польнева очень общительный человек, мне стоило один раз сходить на 8 марта. В караоке я что-то так со всеми там перезнакомилась, с девчонками, а 8 марта одни девушки были, мы так хорошо сдружились, они там своих друзей, кто по 100 человек нагоняли. То есть было очень много, плюс я еще общаюсь очень хорошо с ребятами из молодежной организации, почти в каждом городе у меня есть они, ребята, которых я знаю, они своих ребят, молодежников созывают, все, и мы отлично собираем болельщинскую команду. В этот раз были просто, некоторые ребята прилетели в Москву из Белгорода, и они нас очень хорошо поддерживали, на самом деле, очень прям, мы не ожидали, что нас поддержат на фестивале. Я думаю, что со следующих игр у нас будет поболее болельщиков. Ну, со следующих игр принцип тот же самый, караоке. Я схожу один раз, караоке, пару раз пою, да, повеселюсь, там, и все. Надя, вот прежде чем попасть на этот фестиваль, нужно было пройти вот несколько тоже вот, да, каких-то лик. Много вообще? Сколько вот на протяжении вот нашей команды уже, где мы поучаствовали, где набрали самые большие рейтинги, да, самые, может быть, интересные были игры? Начинали мы с, ну, сочинский фестиваль два года назад, который был, был первый сочинский фестиваль наш. Потом мы после него поехали в межрегиональную лигу Балтика в город Санкт-Петербург. В итоге весь сезон сыграли там, в Питере, и заняли третье место, стали бронзовыми призерами вот так вот прям сразу. Второй раз поехали также в Сочи, хорошо выступили, и вот попали в центральную слабожанскую лигу КВН в город Белгород. Вот, собственно, играли в Белгороде, снова стали бронзовыми призерами, третье место, это прям наша штука, нам везет. Ну, и вот сейчас ездили в Сочи, взяли повышенные рейтинги, собственно, попали в лампу. Какие планы у сборной НАО? Естественно, планы одни. Телевизионная лига, высшая лига, естественно. У нас одна цель, мы только к этому и стремимся. Столько сил уже потрачено, поэтому главная цель дойти до телевизора, конечно. Дойти до телевизора, да. А что для этого нужно? Вот вы сказали, надо получить повышенный рейтинг, да, хорошо выступить в Сочи, да, на Кивине. А там что, там тоже будет оцениваться по рейтингу? Или там баллы уже выставляются? В Сочи. Да-да-да, в Сочи на Кивине. В Сочи вообще ничего, там выставляется, вот показываешься, первый тур, да, редактора отсматривают, редактора ставят тебе, либо ничего не ставят, либо ставят рейтинг, либо ставят повышенный рейтинг, либо ты переходишь во второй тур. Второй тур, естественно, ты там себя показываешь. Если ты опять здорово себя показываешь, идешь в третий тур. С третьего тура ты переходишь на концерт, где Александр Васильевич Масляков и Александр Масляков-младший также отбирают. Как-то всего надо пройти, да? Это вообще очень такой тяжелый путь. Раньше, да, я раньше думала, смотрела на телевизор, все так легко, пошел играть в кавиан, оказывается, нет. Я смешно. Недостаточно только юмора, еще нужен опыт очень хороший, поэтому мы за эти годы набираемся опыта. Ведь на сцене надо держаться тоже уверенно, а мы, как говорится, что здесь видели-то. Шутки, вот все прописывает ваш редактор, или вы тоже какую-то лепту в свою вносите? Нет, почему, мы всей командой пишем, мы команда пишем, здесь то, что пишем с ребятами теми, допустим, кто не в сборной, то есть кто здесь играет за полярной лиги. Мы все общаемся, все обмениваемся материалом, обмениваемся опытом. Потом все это собирается в архивы сборной, из которых потом собираются выступления. И редактор также корректирует где-то что-то, да? И редактор также корректирует, добавляет. Каждый раз должен быть новый, да, какой-то сценарий? Да, конечно, конечно. Нет, ну, если мы играем в одной лиге, то, конечно, он должен быть разный каждую игру. Ну, да. А сколько по времени, вот вы сейчас выступали на фестивале, сколько ваше выступление длилось? 6 минут 40 секунд. Ой, надо еще за это время дать. И насмешите, понравится жюри, да? А кто в жюри был? В жюри были из такие члены команды из высшей лиги, команда Амичи. У нас также были редакторы очень известные. Ну, в КВН-овских кругах они, конечно, так, может быть, неизвестны простому народу. А тем людям, которые играют в КВН, они знают их. То есть в КВН-овских кругах это очень известные личности. Редакторы какие-то. Ну, и генеральный спонсор их там было 4 человека, если не ошибаюсь. Ну, в принципе, вот в этой лиге Москвы, под Москвой, в которую будем играть, там чаще всего в жюри будут сидеть именно КВНщики. В чем это плюс для нас? Потому что мы сможем действительно точно понимать, в правильном ли направлении к каждой игре мы движемся. Потому что когда в жюри сидит, ну, не хочу никого обидеть, там, условно, директор молодежного центра, уборщик компании «Газпрома» и продавец из магазина «Икс». Пятерочка. Да, пятерочка. Сложно этим людям объяснять вот именно по юмору. У них немного другое представление о нем, правильно? То есть когда ты показываешь КВНщикам, тем самым с каждой игры ты можешь что-то уже подчеркивать и для сочинского фестиваля, и с каким материалом лучше проходить, какой материал лучше не использовать там в каких-то залах. Будет гораздо легче. А на таких фестивалях, они вот, члены жюри, они как-то работают вот с командами, да? Какие-то мастер-классы, может быть, проводят, встречи нет? Нет, мастер-классов у нас не было, у нас одна редактор. У нас есть редактора, в каждой лиге есть редактора. То есть не помимо нашего редактора, который редакторит сборную, есть еще в каждой лиге редактор по два, по три, по четыре. Они, конечно, отсматривают материал непосредственно перед выступлением, что-то режут, убирают вообще нет, пишите новое, пишем новое за ночь, приносим снова и так далее. Редактор может быть и по пять, и каждый день. То есть у нас было до такого, что у нас в день выступления за четыре часа до выхода на сцену у нас вырезают полприветки, и в срочном порядке мы давай все менять, учить слова и выбегать на сцену. Вот как-то так. А бывает такое, что вот слова забываете или что-то там перенапряжение? На самом деле нет, наверное, последний год у нас такого нет. У меня не было, да, у меня тоже не было. У нас, в принципе, редактор такое бывает, но так, в принципе, все мы люди, то есть это возможно. У нас были ребята здоровые, которые будут пробовать. Но забываешь слова, начинаешь импровизировать. Главная задача, она простая, главное мысль донести, чтобы ничего не потерять. Самое главное, забыл слова, симпровизировал, донес мысль, все здорово. Как бы вот так. А вот с актерской точки зрения, да, вот все равно КВН, это не только вот еще шутки, да, это, как вот вы, вы сами, да, над этим работаете? Как вот вообще учить? Ну, нам редактор, в принципе, помогает. Нам редактор очень хорошо помогает. Мы пишем-то, конечно, ну, сами как можем. Мы, конечно, тоже не профессионалы, мы всю жизнь не занимались писанием шуток, как говорится. Но все, что мы можем, мы подаем. Мы пишем-то, конечно, немного мы там даем работы. Он сам в основном, конечно, нам много корректирует, дописывает. Потому что мы работаем на наш зал, на местный зал. А у нас определенный юмор в Наринмаре, поэтому, чтобы каждый наш народ на нас ходил и смотрел нас, мы, конечно, пишем на более наши такие актуальные темы. Понятные нам, да. Да, понятные нам, да. А что-то, если пишем такое всеобщее на сборную, конечно, он может подкорректировать или... А местный колорит был все-таки вот в этом сценарии-то? Нет, местный колорит был только в... Ну, мы в основном в наших выступлениях рассказываем о округе, то есть где он находится, как он находится, где-то в шуточной форме. Подкалываем также себя и наш округ где-то. То есть шутим над друг другом просто, шутим. Вот мы такие ребята, вот приехали из Нинецкого автономного округа, да. Да, стандартные штуки. Холодно, все заморожены, то есть там заторможены, еще что-то. Все в этом месте. Ну, да. Поклонники уже есть, Надя? Поклонники подходят? На самом деле есть. Есть в Наринмаре? Нет, вообще в России. Есть, есть. У нас есть кто постоянно следит за нашей жизнью. Есть такие люди. Есть такие, да. Есть, которые постоянно пишут и ходят на наши игры. Это классно. Есть. Много их таких? Да нет, конечно, немного. Хотелось бы больше. Хотелось бы больше, но я думаю, это все впереди. Все впереди у вас, да. Все впереди, да. Давайте поговорим о нашем местном КВНе. Я знаю, Надя, сейчас у тебя новая команда, да? Скажи, почему создала новую команду? Вообще это нужно, конечно, больше для привлечения народа. Я меня полностью устраивала в моей старой команде, да, в старой школе. Но, к сожалению, мы вот разделили первое место, стали чемпионами. Я уже как второй год стала новым составом чемпиона. Поэтому мне надо как-то развиваться. И я, и мы посоветовавшись, решили, что надо, наверное, как-то народ привлекать. Потому что люди спрашивают, ну, как будто стесняются или боятся, или чего. И я решила, что, наверное, старая школа отделится. Пусть без меня поработают, попробуют, как и чего. Может быть, новую концепцию пропишут какую-то. А я создам новый состав и попробую их внедрить уже, как говорится, в Заполярную лигу. А там, может быть, и самых талантливых в сборную получится как-то. Рума, у тебя команда отцы, да? У меня команда отцы. Ну, мы сейчас с Юрой думаем. У нас очень много мыслей в плане того, что все-таки попробовать расшириться. Многодетные отцы будут, да, вторая команда. Сделать еще каких-то интерпетишек или не сделать. Ну, не знаю, очень много мыслей на самом деле. До игры, конечно, собирались, Юра, уже вот несколько раз сейчас, как пролетел с Москвы. Собираемся, думаем. Пока планы примерно есть. Говорить, наверное, не буду. Просто, наверное, потому что внятно не смогу объяснить все мысли, которые у себя в голове. Пока как бы, да, наметки. Вот, например, я тоже команду вроде как создала. Народ есть у меня, да, в составе. Мы, например, еще даже название команды не придумали. Это же надо собираться, концепцию продумать, как мы будем играть, что мы будем играть, какой будет у нас юмор. То есть юмор же бывает разный совершенно. Поэтому пока вот на такие вопросы ответить не можем. Но мы всех призываем, пожалуйста, приходите. А возраст как-то учитывается или нет? Ну, конечно, например, если ребенку 10 лет, наверное, сложно будет его научить писать и играть. 60, например. 60 с удовольствием. С удовольствием я вот более по взрослым людям практикуюсь, поэтому все ко мне. А в ваших командах вот какой вот возрастной такой цель? От скольки до скольки? Ну, вот старая школа у меня были, вот, считайте, от 25 до 33, например, да. Сейчас у меня нет таких вообще каких-то задач, что вот обязательно с 20 и там до 30. Нет, каждый желающий. Ну, конечно, после, желательно после 17. Категория 18+, как говорится. То есть, ну, постарше, чтобы... Я просто вот, например, я не педагог, поэтому если брать детей, я не смогу их, наверное, научить. Может быть, у меня даже опыта не хватит столько как-то чему-то. Если бы Рома занялся и взял свою команду детей побольше бы, это было бы очень здорово. Да, Рома занялся. Роме детей хватает. А часто приходится вот встречаться с ребятами, да, чтобы подготовиться? У нас сколько вообще проходит ЛИК КВН в Заполярье? Один раз в год, да? Сколько игр? Да, сколько игр, да. Игр проходит у нас, считайте, фестиваль. Фестиваль. Летний кубок, полуфинал и финал. Четыре игры, да. Плюс у нас еще сейчас появился кубок Артики от Дворца культуры Артика, от Дома культуры. Сделали отдельную игру, как бы, кубок Дома культуры. А кто очень главный у нас, да, по этим всем КВНщикам, так скажем? Ну, как понять? Молодежный? Центр поддержки молодежных? Нет, нет. Кто это? Или как сами вот инициативные ребята? Да, мы вот сами. Вот Рома занимается у нас за Полярной лигой, то есть какие-то организованные... У нас вообще, конечно, главный, это у нас Давид Гурамович Лазишвили, это у нас тренинг. Ваш, да, ну, так скажем, сборный НАО. А вот у наших, например, так же он, да? То есть он полностью здесь на каждую игру прилетает, заранее по неделе здесь готовит, ставит. Он режиссер у нас и постановщик, и редактор. То есть он занимается всем. То есть он ответственный, можно сказать. Он вот такой самый... А Рома занимается всеми организационными моментами. Организационные вопросы. Да. В плане сцену нам нужно где-то найти, там, репетицию и так далее. Да, да. А сколько команд у нас сейчас в Ниньском округе? Ну, в прошлом сезоне было побольше. В общем, на данный момент у нас три команды точно будет. Ну, в среднем, в общем, мы думаем, что, скорее всего, будет порядка шести-семи команд. Да. Вот на сезон выйдет порядка шесть-семь команд. Где-то так. Ну, конечно. Если получится, конечно, и то. Такую плану. Мы рассчитываем так, да. Если не получится... Я говорю, у нас вот немножко народ в этом плане, как бы, вроде и хотят, но стесняются, то ли боятся. Как бы, а что боятся-то? Хотите проявить себя, пожалуйста. У нас народ очень добрый. Например, на сцене на нашей выхожу, выступаю, да, я себя очень комфортно чувствую. У нас очень добрый, классный народ. И поэтому само удовольствие просто выходить на сцену. Просто многие пишут, спрашивают, там, вот, давно играете, очень здорово, КВН, это же так классно, туда-сюда. А как-то сами вот к нам не идут, да. Именно по поводу того, что давай попробуем, давай, сядем, попишем, там, приди, там, туда-туда, там, сядем вечером как-нибудь, порепетируем. Тут уже начинаются какие-то вот, что, ну, я сегодня там не могу. Поэтому нам в этом плане немножко сложно, да, здесь. Ну, это напряжно как-то, да. А не было такой идеей создать, может быть, школу КВН, и там уже осматривать, ребята талантливые. Мы еще пока не настолько профессионалы, чтобы создавать такую школу. Если вот мы проиграли лет пять, например, и из них три года выше лиги, то тогда другое дело, мы бы открыли с удовольствием. Но пока у нас у самих опыта еще не так много, чему мы можем научить? Мне кажется, по-моему, в дальнейшем это будет. Это будет, обязательно будет, в любом случае, потому что опытом надо будет в любом случае делиться. Мы же не можем там в десетировом ходить, а вот мы вот все знаем про телевизор. Мы будем, будем, да. Это все, конечно, в дальнейшем планах, но пока как бы... А ближайший КВН когда у нас будет? В марте. Ой, наш здесь. В апреле, да. В апреле, да? В марте не успею. В апреле, в марте, потому что мы улетим вот именно на 1-8 в Москву. Крейсер, начало апреля где-то, да. Да, в середине апреля, может быть, будет фестиваль как раз-таки. Ну, откроем сезон, да, вот как раз к этому времени решим вопрос со всеми командами, то есть точно поймем, какое количество команд будет у нас, какой формат. Также мы призываем организации, пожалуйста, приходите к нам с удовольствием в организациях, создавайте свои команды, мы вам подскажем, научим, что можем, подскажем, как писать, что делать, то есть приходите, не пишите, не стесняйтесь, мы всегда во всем поможем, это же очень круто. На самом деле это очень круто. Я вот никогда не представляла, что я, например, пойду когда-то играть в КВН. Вот я тебя хотела только запросить. Спасибо Олегу Поретко, я передаю ему огромный привет, вот он меня чисто случайно как-то вот позвала, я как-то, ну, никогда КВН и КВН, и тут я вот... Я как-то так раскрылась. Сразу, нет, я, в принципе, всегда как бы незакрытая была, так-то по факту так. По факту, да. Просто я никогда не видела себя в КВН, вот праздники, да, это мое, там, провести что-то, повеселиться, там, организовать что-то, какое-то мероприятие, это да, КВН как-то даже никогда об этом не думала. С первой игры я сразу так, о, мне так понравилось. И влюбилась, да? Да, я не представляю жизни себя, честно скажу. Вот стоит поиграть, я уже не представляю жизни себя без КВН. Я, наверное, меня не станет, если его не будет, честно вам скажу. Рома, а ты как пришел в КВН? Меня позвали, ну, я в школе, в принципе, всегда участвовал в различных, там, таких этюдах, так скажем, различные мы, там, пьески ставили, актерская жизнь, в принципе, всегда нравилась еще со школы, в техникум. Когда поступил, Анастасия Антонова тоже вот позвала, решили попробовать, поиграли, очень понравилось, как-то затянуло, жену нашел в КВН, ну, не Надю, к сожалению. Мне кажется, если она это увидит интервью, тебе будет потом, к сожалению. Такая вот есть. Да, познакомился с женой, в принципе, на КВН, вот, до сих пор живем, все в порядке, ну, такая вот КВНовская семья, очень здорово, не, на самом деле, ты потом втягиваешься. У нас очень дружная команда, да, мы бывают у нас свои споры, мы ругаемся, это в любом коллективе, в любом коллективе такое есть, но однозначно мы все равно одно целое как-то, как бы мы не поругались, как бы мы не поспорили, мы всегда вот как-то вот к другу очень тепло относимся, все вместе, все дружно, да. Ну, то есть, в принципе, живешь в последнее время, в последние годы живешь на две семьи, то есть, одна семья там где-то, да, другая семья КВНовская, когда вот в самолет садишься, всех увидел, ну, слезы счастья, весело, поехали, поехали работать, и все. Ой, ребят, спасибо большое вам за очень интересное, актуальное интерфей играть. Обязательно. В команду. Сама приду, да, приведу мне. Как друзей. Давай, как друзей. Я запомнила. Еще одна собирается. Да. Спасибо большое, зарядили меня таким позитивом, и наших зрителей вам творческих успехов, конечно, победы в лампе, ну, всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях были ребята из сборной НАУ. У нас в гостях были ребята из сборной НАУ.